Привет! В этой серии уроков рассмотрим, как создать игровой ассет, которым можно добавить в движок. На создание этих видео я вдохновился уроками на канале RobotArmy. На примере данной бочки рассмотрим основные этапы пайплайна, по которым можно создать как более сложный вариант этой модели, так и вообще любой другой ассет. Фраза для начинающих в названии ролика рассчитана именно на начинающих в геймдев направлении. Если ты только ознакомишься с 3D графикой, то я тебе рекомендую посмотреть другие более простые уроки на канале. Например, это может быть моделирование стула, дивана, каких-то других более простых сцен. В общем, если ты в какой-то момент поймешь, что данный урок тебе слишком тяжело заходит, обрати свое внимание на другие более простые уроки на канале. Что будет в этой серии уроков? Начнем с создания high-poly модели или ее заготовки. Затем перенесем это все дело в zbrush для детальной проработки, для добавления какой-то фактуры и интересных деталей. Затем перенесем это все обратно в блендер для создания low-poly модели, подготовки ее к запечке. Затем сделаем непосредственно саму запечку карт нормалей и сделаем текстурирование в Substance Painter. Если ты здесь впервые, меня зовут Денис Кожар. На своем канале я рассказываю секреты и фишки компьютерной графики, а также показываю по шагам, как дойти до результата. Подпишись на канал и оставь какой-нибудь комментарий, чтобы в будущем получить еще больше интересных видео. Я обычно всегда начинаю с создания базовой формы. В данном случае у нас цилиндр больше всего похож на бочку. И здесь можно отрегулировать его значения, параметры. Я буду использовать 32 точки, так как я хочу себе 16 плашек. Мне нравится вид бочки, когда у нее 16 достучек, из которых она составляется. Если вам нравятся какие-то другие соотношения пропорций, вы можете использовать их. Также здесь отрегулировать высоту, толщину, ширину, все в зависимости от вашего масштаба. То, как вам эта бочка нужна, в каких пропорциях. Здесь я сделаю ее более походящей по соотношению высоты. Так, и дальше добавлю несколько. J может быть для начала 1 edge. Его отмасштабирую. Я его масштабирую изначально чуть побольше, потому что я знаю, что у меня потом будет bevel на нем накладываться. И все вместе это сделает чуть более округлой данную бочку. Можно было бы, конечно, его таким пузатым сделать. Но, наверное, я сделал чуть-чуть поменьше. Да, приблизительно вот так. Этот вариант мне нравится больше. Можно сделать ее всю более вытянутой. Например, как-нибудь вот так вот еще поджать. И если потом она становится не в тех пропорциях, ее можно обратно отмасштабировать. Но я сейчас просто не хочу на это отвлекаться. Дальше я могу взять весь вот этот лук. Дальше smart ring. И затем, используя loop tools, сделать space, чтобы здесь равномерно распределена была геометрия. И дальше я сделаю дубликат. Я сразу сделаю коллекцию backup, чтобы у меня были формы, которые я могу использовать в дальнейшем при моделировании этой бочки. Здесь я выберу на виде сверху вот эту вот плашку, чтобы она была у меня основной, из которых будут составляться все остальные. И, как вы видите, 16 умножить на 2, 32 стороны, как я и говорил. Мне нужно для того, чтобы получить плашки для всей бочки. Дальше я могу нажать ctrl-i для того, чтобы инвертировать и удалить все оставшиеся фейсы. Так как они мне не нужны, у меня есть вот эта начальная плашка, с которой я могу работать. Затем, используя в interactive tools, здесь есть радио симметрии, я подкручиваю количество сторон до тех самых 16 плашек. И они у меня здесь смыкаются. Я могу выключить и включить, и увидеть ту самую плашку. Затем мне нужно добавить толщину. И толщину я буду добавлять обычным экструдом, чтобы я ее мог здесь отрегулировать. Нажимаю экструд и вдавливаю вот сюда, вовнутрь, на ту толщину, какую я хочу в итоге видеть. Здесь она идет изначально чуть больше, чем мне надо. И мы видим, что они пересекаются с соседними. Я могу вот так вот отмасштабировать. Здесь посмотрим еще по CX. И я приблизительно подгоняю, чтобы они стыковались. Но при этом не надо мне прям досконально точно. Затем перепроверяем face orientation, чтобы нормали смотрели в правильную сторону. Исправляем их, если это не так. И можно двигаться дальше. Затем я хочу, чтобы эта плашка выглядела более сглаженной. Ставлю shade smooth. Здесь можно поставить нормал, авто смол, чтобы это нормально сглаживалось. На 180 мы выключаем полностью вот эту работу. Поэтому я пока оставлю 130, пускай будет. И затем мне нужно добавить subdivision surface, чтобы сгладить еще сильнее. Чтобы у меня было больше геометрии, когда я потом пойду в zbrush, уберу optimal display. Чтобы мне было легче видеть, что вообще происходит с этой плашкой. И дальше добавляю bevel. Его перемещаю под subdivision surface. Radial symmetry пока можно закрыть, чтобы она не мешалась. И тут смотрим. Можно тоже subdivision surface на время выключить. Наша задача перед тем, как работать с bevel, применить масштаб. Нажимаю Ctrl-A, применяю масштаб. Мы видим, что слегка пострадала radial symmetry. Окей, я могу вот этих два модификатора на время удалить. И по новой переделать, если вот что-то пошло не так. Тоже 16 сторон. Снова добавляю bevel обратно. Radial symmetry в самом верху. Затем идет bevel. И потом subdivision surface. Bevel. Ставлю значение amount поменьше. И тут есть такой момент, что мне бы хотелось быть здесь, между плашками. Чтобы они были с каким-то пространством, с некоторой щелью или как это назвать. В общем, чтобы они не идеально стыковались друг с другом. В реальной жизни настоящие бочки так себя не ведут. Это происходит только на стилизации. Здесь я добавлю количество сегментов. Можно поставить 3. Чтобы это все имело больше ребер поддержки. И дальше я посмотрю еще как, насколько большой вот этот отступ мне нужен. Так, в принципе, неплохо. Меня устраивает. И чтобы не тормозить, вы можете всегда подольше посидеть. Как-то поэкспериментировать. Поискать те формы, которые вам больше нравятся. Меня пока все устраивает. Я переименую, что это. Это основа бочки. И дальше я могу вернуться к тому цилиндру, из которого я сделал бэкап. И дальше взять и сделать из него какие-то кольца. Я хочу, чтобы они с одной стороны не примыкали прям к верху вот этой бочки. А были на некотором отступе от него. А так и с другой стороны, чтобы в центре также было пространство. Для этого я, наверное, добавлю где-то вот здесь. Вот это кольцо будет второе. И делаю их разными по высоте. Наверное, что-то вот такое. То есть вот одно кольцо, вот второе. И также они потом зеркально перевернутся вниз. И я думаю, что меня это устроит. Можно снова инвертировать. Можно нажать Shift-D. Сделать дубликат. MP, Separate Selection. И вот эти кольца я уже перемещу обратно в коллекцию основную. А ее переименую, что это у меня бочка. Так, и на время я тут немножко в этом цилиндре испортил положение вещей. Ну, думаю, это не страшно. Просто надо было скопировать его, прежде чем вносить какие-то вот эти изменения. В принципе, он мне больше сильно не нужен. Я могу взять только вот эту верхнюю часть. Тоже сделаю дубликат. Отделю ее. Так, и вот эта как крышка перемещу снова в основную коллекцию. Так, ее можно спрятать. И смотрим, что у нас здесь есть. У нас есть вот эта крышка. Ее я бы хотел переместить Origin вот сюда вверх, в центр, чтобы мне было легче с ней справляться. И поскольку она тоже будет скульптиться, ей можно добавить толщины. Вот так вот. И здесь Pock Face. Просто чтобы у нас не было ингонов. Смотрим. Она может быть чуть-чуть заходить внутрь вот этих мест. И дальше мне нужно разобраться с кольцами. Тут я тоже стараюсь следить за тем, чтобы кольца были по полигонам, совпадали приблизительно с дощечками. И дальше можно самим выбрать Extrude. Extrude Facial Normals. И вот сейчас они у меня слегка отличаются друг от друга. Но я бы, может, хотел чуть большего отличия между ними, чтобы вот эта часть была чуть больше. Вот до сюда доходила. И можно, если здесь слегка поехала пропорциональность, это подправить. Затем выбираем все. Делаю Extrude. Делаю Extrude наружу. И тут важно не перестараться. С одной стороны мы выдавливаем, и нам нужен какой-то рельеф. С другой стороны это не должно быть прям вот так. Потому что некоторые начинают бросаться в крайности и делают чуть ли не вот такие кольца. Такого делать не надо. Так и дальше. У меня здесь задача слегка сделать вот такой скос. Потому что скосы в геймдеве очень хорошо смотрятся. Так, у меня есть довольно солидное кольцо сверху. И теперь я хочу такой же скосик сделать и снизу. Так, видите, что оно прям выгнулось вообще не в ту сторону, в которую изначально задумывалось. Так, и вот что у нас сейчас получается. Дальше мы можем сделать их вот такими плоскими. Можно добавить какой-то сегмент и сделать их чуть потолще. Ну, наверное, я пока ничего с ними особо делать не буду. Применю масштаб точно так же. Дальше добавлю Bevel. Добавлю три сегмента. И Amount. Здесь можно включить сетку, чтобы посмотреть. Ну вот, он у нас вот как-то так сглаживается. Shade Smooth. И дальше Subdivision Surface тоже добавляем, чтобы это все скруглить. В итоге у нас есть кольца. У нас есть вот эта крышка. Я делаю только одну пару или одну часть от объекта, чтобы мне не пришлось слишком много действий повторных делать. Затем мне нужны вот эти заклепки, болтики, как угодно их можно назвать. Я буду использовать для этого сферу. Самое близкое к тому, что может быть уменьшу в два раза количество сегментов колец. И дальше удаляю вот эти точки снизу вот так. Затем можем перевернуть по оси Х на 90 градусов. Вот так. И уменьшить до того размера, который будет нам подходить. Также я думаю сплюснуть ее вот так. И это в принципе может быть достаточно. Это мелкий объект, которому можно сильно много внимания не тратить временем. Так. И дальше Shade Mode. В принципе она сейчас выглядит неплохо. Мне для того, чтобы по ней скульптить, надо будет, чтобы она была закрыта. Поэтому здесь я выберу так. Нажимаю F. Control F. Poke Face. Просто чтобы у меня вся вот эта часть, как геометрия была состоявшаяся. И на всякий случай я могу еще добавить ей ребро поддержки. Здесь и здесь. А просто чтобы при наложении Subdivision Surface все красиво выглядело и никуда не уезжало. И тут мне кажется я бы сделал еще чуть-чуть поменьше ее. То есть если вот смотреть по вот этой нижнему кольцом. Вот так. Так будет получше. Дальше можно сделать дубликат. Пока я еще не поворачивал их по отношению к кольцам. Чтобы у каждого был свой поворот. И они друг другу не мешали. Так, прикладываю их приблизительно вот к месту стыковки. Даже они могут слегка заходить туда. И здесь то же самое. Пододвигаю поближе и разворачиваю. А перед тем как это делать я могу сделать дубликат. И отправить его тоже в бэкап. Так, и здесь поверну еще сильнее. Куда-то вот сюда. Вот так. Готово. Затем их обе можно выбрать. Origin. Origin в 3D курсор. Чтобы они вращались относительно 3D курсора. И дальше. Центральную я оставлю здесь. А вот эту поверну по оси Z на 45 градусов. Вот так. А затем можно взять их обе. Присоединить друг к другу. Назвать что это как-нибудь удобным для вас именем. Кольца не забываем переименовать. Что это кольца. И дальше я могу тоже тут использовать Radial Symmetry. Здесь у нас поворот сброшен. Поэтому мне проще отменить. Дальше нажать применить вращение. И здесь тогда Radial Symmetry по оси Z будет нормально работать. А мне нужно 4 штуки. Так. Я передвигаю их вот сюда. И в принципе вот. Все основные моменты есть. Для такой простой бочки еще можно сделать вот здесь спереди какую-то пробку. Я буду делать дубликат крышки. И дальше разверну. Опущу пониже. Здесь явно она должна быть побольше. И в длину. И поменьше сама по себе. Можно сбросить ее ровно в центр. Нажать Alt G. Так. Перетаскиваем вот сюда. Она будет у меня где-то по толщине поменьше. Наверное. Чтобы не так сильно бросалась. Ну вот. Что-то вот такое. В принципе подойдет. А единственное что я хочу. Чтобы она с одной стороны вот с этой уменьшалась. Вот так вот. Посмотрим как это выглядит. Вот так уже получше. И затем чтобы здесь была фаска. Я ее сделаю сам. Видим что Bevel неправильно работает. Значит применяем масштаб. И как-то можно такую более плоскую цилизованную фаску сделать. Вот так. И дальше. Мне не сильно нравится разница в пропорциях между. Слишком остро она смотрелась. Так. Вот это уже получше. И тут я тоже могу нажать Shape Smooth. Добавить модификатор какой-нибудь Bevel. Посмотреть как он работает. И с очень маленьким значением добавить сегментов. Чтобы потом добавить еще модификатор Subdivision Surface. Так. И все вот это вот у нас скруглиться. И будет достаточно геометрии для скульптинга. Тут можно чуть сюда вовнутрь еще завести. Так. Мы сделали основную геометрию для простой бочки. Обязательно сохраняемся. Как видишь, для создания объектов достаточно понимать основу моделирования и принцип работы инструментов. Не нужно тратить годы на то, с чем можно разобраться за пару месяцев. Если ты хочешь сэкономить время и силы, приходи ко мне на курс легендарный геймдев, в котором мы рассмотрим детально по шагам каждой из этапов пейплайна для создания моделей для игр. На этом мы закончили создание основы для хайп поли модели. И в следующем видео отправим ее в ZBrush на проработку деталей. Если ты еще не видел мои уроки по данной программе, обязательно ознакомься с ними на канале. Также ты можешь посмотреть уроки по скульптингу в блендере и выбрать для себя тот софт, который тебе нравится больше. У тебя как раз еще есть время до выхода следующего видео. До встречи в следующем ролике. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok